Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Наконец-то, несмотря на очень плохую погоду, мы попали на корабль, но отплывать мы не собираемся. Я думаю, мы поговорим о жизни. Я хотел бы буквально несколько слов сказать с этого места. Прежде всего, хочу поприветствовать вас, выразить вам свою благодарность за то, что вы приехали на Санкт-Петербургский форум. В этом году, конечно, ситуация особенная, потому как у каждого из присутствующих здесь очень много дел. Нет практически ни одной сферы, которая была бы в беспроблемном состоянии, ни одного направления, ни одной отрасли бизнеса. И то, что вы приехали в Санкт-Петербург для того, чтобы обсудить и возможные пути выхода из кризиса, и перспективы развития нашей экономики, поговорить о мировых тенденциях, поговорить о развитии инвестиций. Это, конечно, очень хорошо, нас это очень радует. Я хотел бы вам выразить за это нашу признательность. Что касается ситуации в целом, то мы вчера потратили целый день для того, чтобы обсудить ее. Понятно, что ситуация никого не радует, несмотря на ряд позитивных моментов, о которых начали вчера разговор. Тем не менее, я думаю, что мы еще все-таки далеки от окончательного выхода из кризисной полосы. Что может быть не менее важно, это те уроки, которые мы вынесем из такого развития событий. Уроки как макроэкономические, они, может быть, даже, как ни странно, более очевидны, потому как мы все убедились в степени нашей взаимозависимости, в том, насколько быстро кризис может распространиться. В том случае, если он поразил одно государство, крупное государство, значит, распространится на все остальные. Но не менее важно, на мой взгляд, и практическое измерение, что нам нужно предпринять для того, чтобы снять проблемы на будущее, как нам выстроить систему регулирования на будущее. Это, собственно, то, чем мы все сейчас занимаемся, занимаются и руководители государств. Я вчера об этом говорил во время пленарной сессии. Мне представляется, что все-таки с точки зрения вот таких исторических уроков, то, что произошло, носит беспрецедентный характер. И встречи, которые прошли в Вашингтоне, встреча в Лондоне, большой двадцатки экономик, показали основное, что мы способны совместно работать. Работать при понимании общих целей и несмотря на определенные различия даже в экономических системах. Это, конечно, исключительно важный момент. Мы в России занимаемся достаточно активно преодолением проблем, которые существуют в нашей экономике. Что-то у нас получается относительно неплохо, что-то не очень получается, и нужно об этом сказать прямо. Тем не менее, объем средств, который выделен на поддержку экономики, на преодоление кризисных явлений, на восполнение проблем с ликвидностью, на поддержку банковской системы, на поддержку реального сектора, для России носит беспрецедентный характер. Это порядка 12% от объема валового внутреннего продукта. И, конечно, для нас очень важно, чтобы эти деньги правильным образом были израсходованы. Будем стараться делать то, что уже делали, двигаться вперед. Не менее важным, может быть, является и то, что, несмотря на кризис, мы встречаемся и обсуждаем вполне конкретные проекты. Инвестиционная активность, конечно, снижена, но она не умерла. И это очень хорошо, потому как кризис, конечно, закончится. Если мы не сможем создать какой-то более-менее внятный задел, то мы тогда войдем в послекризисное состояние с нулевой точки и потеряем просто время. Не говоря уже о том, что мы должны подготовиться к последующим проблемам, которые ввиду цикличности мировой экономики рано или поздно будут возникать. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить и за сохранение инвестиционного интереса к России, за те предложения, с которыми вы приезжаете к нам, за те совместные проекты, которые уже реализованы и которые, я надеюсь, появятся в будущем, несмотря на довольно сложный период нашего совместного развития. Знаете, я, вспоминая историю 20 века, думал, вот в какой ситуации цивилизация столь серьезно сплачивалась для преодоления общих проблем. И, пожалуй, не нашел ничего более близкого, как отражение, скажем, агрессии и борьбы с врагом в период Второй мировой войны. Это, конечно, с одной стороны, малосопоставимые вещи, но с другой стороны, никогда еще мировая цивилизация, никогда еще человечество не принимало столь скоординированных решений, кроме случаев совместной борьбы против открытого врага. И это показывает то, что у нас есть решимость противостоять кризису, и это внушает оптимизм. Я на этом хотел бы закончить. Надеюсь, что вы тоже что-то расскажете о том, как обстоят дела в ваших компаниях, о том, что сделано. И, может быть, мы обменяемся впечатлениями.